В эфире телекомпания Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы. Я Татьяна Захарян. Здравствуйте. Сегодня в выпуске вы увидите. В Одесской области полтора гектара леса отдали в аренду. Состоялась сессия Одесского городского совета. Здание главпочтампа на Садовой-10 продолжает разрушаться. Сегодня депутаты горсовета собрались на сессию, чтобы принять бюджет на 2022 год и рассмотреть пакет земельных, коммунальных и прочих вопросов. Сессия началась со скандала. Народный депутат Артем Дмитрук, его помощники, несколько десятков одесситов пытались попасть в здание мэрии. Однако охрана их не пускала. Вход в здание цепили сотрудники муниципальной варты и полиции. Я приехал посмотреть и послушать, что наши депутаты и чиновники примут для нас. Но здесь почему-то нас всех не впускают. Хотя я всегда на сессии без проблем заходил, как председатель общественной организации «Спортсоциум». Вот, надеюсь, они придут в себя и впустят. Потому что то, что происходит сейчас, незаконно. Огромное количество охраны, так называемых легализированных тетушек. Вот поэтому будем смотреть, что будет дальше. У себя там грешают свои шкурники. Было давление на народного депутата, на помощников. Также побили людей, женщин. И это все под руководством Труханова и его банды. Короче, находимся мы возле городского совета. Полиция, муниципальная варта, тетушки Труханова не пускают. Народного депутата, помощников народного депутата, СМИ забаррикадировали. Еще несколько групп жителей города, несмотря на дождь, стояли с плакатами напротив горсовета и требовали мэра. Сегодня к мэрии пришли обманутые инвесторы, недостроя намечникова 82, требующие ремонта жильцы дома на Бочарова 35, а также возмущенные жители высотки на Бочарова 55, по соседству с которой на зеленой территории пытаются начать стройку высотки. Люди скандировали «мэра, мэра». На самой сессии основным вопросом было принятие бюджета на 2022 год. Депутаты Одесского городского совета поддержали проект бюджета, в рамках которого Одесса впервые получит от государства 200 миллионов гривен на развитие инфраструктуры. На какие объекты потратят деньги, решение примут уже в феврале 2022 года. Пока лишь предусмотрели 60 миллионов гривен на реконструкцию Ивановского моста управления дорожного хозяйства и 277 миллионов гривен управлению капитального строительства на продолжение строительства школы на поселке Котовского, ремонт еврейской больницы, инфекционной, ГКБ номер 11, реставрацию памятников архитектуры. Другие объекты не уточнялись. В повестку дня сегодняшней сессии Одесского горсовета также внесли вопрос о распуске депутатской комиссии по вопросам землеустройства и земельных правоотношений и создание вместо нее новой по вопросам развития пространства, землеустройства, регулирования земельных правоотношений. Депутат городского совета Ольга Квасницкая заявила, что проект решения нигде не был опубликован. 7 декабря его не обсуждали на Согласительном совете, а документы раздали депутатам лишь утром 8 декабря. Ви знаєте, на протязі року ми бачили певні порушення регламенту, положення про депутатські комісії. І ми продовжуємо культувати ці порушення в сесійній залі. І сьогодні, мені здається, коли ми отримали в 10 годин 42 хвилини проект 1.5 про ліквідацію постійної комісії, і, звичайно, обов'язково тут є пункт про внесення змін до положення про постійній комісії Одеської міської ради 8-го скликання, яке ми разом прийняли з вами 2-го, 12-го, 20-го року, то в мене виникає питання. Що ми робимо? Це проєкт рішення не був опублікований. Добре. І цей проєкт рішення вчора на погоджувальній раді не був озвучений. Зрозуміло. У нас є комісія, постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, реалізації державної регуляторної політики та запобігання корупції. Ми її створили для чого? Для того, щоб вона була для галочки? Чи вона повинна була все ж таки, оцей проєкт рішення, в зв'язку з тим, що в повноваженнях цієї комісії, я хочу нагадати, є реалізація правової політики щодо діяльності ради. А це питання стосується діяльності ради. Ну, вибачте мене, не можна нехтувати законом, якщо ти не знаєш, як вчинити правильно дій по закону. Зараз, якщо комусь хочеться, якщо є конфлікт, а він є цей конфлікт в земельній комісії, якщо пан Берендак вирішив, що він може діяти не по закону, то я, як голова цієї комісії, як депутати, які в цій сесійній залі, я маю надію, дбають про верховенство право. Ми не маємо право вносити цей проєкт рішення в порядок денний. Дякую. В итоге решение було принято. В нову комісію вошли практически все те депутаты, які були в составі ліквидовані, за виключенням Владимира Корнієнка. Він решення муниципалітету прокомментировав следующим образом. Мене спугали в составі комісії. Мене смущає то, що в состав входит депутат Олег Берендак, який обвиняється в хищенні землі громады на сотні мільйонів гривень. Мене пугали, пыталися купити, але у цих товаришів нічого не було. Я все равно продолжу ходити на засідання і відстаивати інтереси одесситів. Апелляційна палата Высшого антикоррупційного суда оставила без изменений меру пресечення троим фигурантам дела Труханова. Об этом сообщає Центр публичних расследований. Річ идет о помощнице Владимира Галантерника, Александре Косенко, юристе Диамиде Сгонники і екс-директорі одеської строительной фірми Будова Ігорі Смертенюке. Согласно решению апелляційній палати, Косенко по-прежнему должна заплатить 1 млн 590 тис. Сгонник – 2 млн 270 тис. гривень, а Смертенюк – почти 188 тис. гривень. Напомним, НАБУ подозревает скандального бизнесмена Владимира Галантерника, мэра Одесы Геннадия Труханова і ще 14 чоловік, среди которых чиновники мэрии, в незаконной передачі земли под застройку. Речь идёт о почти 16 гектарах земли і ущерби на 689 млн гривень. В Одесской області 1,5 гектара влеса віддали в аренду. Лесной участок, який уйдёт в аренду на 49 лет, знаходиться в Беляевском лесничестве. Об этом говорится в распоряжении номер 1217 ОД 2021, опубликованном на официальном сайте Одесской АГА. В документе говорится, что заявление по аренде от ООО «Родинный вид починок ПС» получили ещё 1 сентября 2021 года. Компания получит в аренду на 49 лет лесной участок площадью в 1,5 гектара в Беляевском районе. Его, если верить распоряжению, будут использовать для культурно-оздоровительных, реакрационных, спортивных и туристических целей. За аренду Одесская АГА получит прибыль, однако точная сумма не указана. Интересно, что по данным ЮКонтрол фирме всего год, а её уставной капитал составляет 10 тысяч гривен. Основал её некий Николай Ткаченко. Здание главпочтампа на Садовой 10 продолжает разрушаться. Так, на памятнике архитектуры появилась плесень. На фасаде можно рассмотреть потоки воды, сырость и слой зелёной плесени. Проблема в кровельной водосточной системе. Две трубы на фасаде явно работают неисправно. Напомним, что дом на Садовой – памятник архитектуры местного значения, а в июне здесь отвалилось несколько фрагментов с верхней части здания. Одесса такая, слышите, бюджет, наверное, где нет, ну какие-то поступают, но, наверное, на другое уходят и куда-то по другим идут каналам. Стали известны результаты исследования второго всеукраинского национального рейтинга влиятельности элита Украины, который попал в Книгу рекордов Украины. В течение нескольких месяцев экспертная группа политологов, социологов, журналистов и экономистов тщательно изучила влиятельных людей на региональном и национальном уровнях. Результатом этого стали 25 рейтингов самых влиятельных украинцев во всех областях страны и общенациональная сотня ключевых фигур государства. Если в первый раз эксперты Международного экспертного клуба собрались и решили сделать такой рейтинг для того, чтобы оценить элиту нашей страны по меритократическому принципу в первую очередь, то есть оценить элиту со знаком «плюс», оценить интеллект, творчество, социальную ответственность. То, как оценивалась элита в этом году – это деньги, сфера влияния, активность своего воздействия на них и связи. Влиятелями в Украине признаны представители власти и народные депутаты. На втором месте – бизнесмены, олигархи и мультимиллионеры. На третьем – руководство правоохранительных органов и судебной системы. В то же время общественные активисты, волонтеры, писатели, музыканты и ученые составили небольшой процент. Если мы говорим о том, какая элита рулит, кто действительно влияет на принятие решений, то можно с уверенностью сказать, что все-таки всем управляют деньги и должности. В топ-100 общенационального рейтинга вошли как политики, так и бизнесмены, спортсмены, врачи, общественные и культурные деятели, духовные лидеры. Возглавил список президент Украины Владимир Зеленский. Это первое место абсолютно заслужено у Володимира Зеленского. Не потому, что 73, не потому, что президент, а потому, что довіра. Потому, что величезный кредит довіри не просто під час президентских выборов, а и потом під час парламентских выборов. Багато, в принципе, мест взяли «Слуги народу», как его партія, соответственно, на местах. Тем самым президент плюс парламент позволили сформировать уряд. И эта конфигурация, насправді, в Украине уникальна за всю историю Украины. Потому, что, ну, насправді, дозволяя президенту реализовувати усю свою программу, в принципе, в повній мірі. И своей командой, в том числе, не оглядаючись на партнеров по коалиції, по политическим, вибачте за сленг, хотілкам. И так далее, тому подобное. Тому, да, абсолютно, згідно довіри, підкреслююю, довіри людей, Володимир Зеленський зараз, дійсно, абсолютно обґрунтовано займає перше місце по рейтингу впливовості. А вот, що цікаве, цікаве, що далі. Рейтинг Одесской области возглавил крупнейший застройщик на юге Украины Однан Киван. В рейтинг также вошли и другие известные и влиятельные бизнесмены города и регіона. В наших умовах, коли Україна зараз досі держава, яка знаходиться в стадії трансформації, трансформації політичної системи, трансформації економічної системи, ну, просто об'єктивно не може не бути впливу на суспільне державне життя капіталу, і особливо крупного капіталу. Більше того, наші ж, кого ми називаємо олігархи, вони не просто собі крупні бізнесмени, які мають великі обороти, великі прибутки, надприбутки і все. Вони ж, крім цього, крім великих оборотів, прибутків, тобто вони крупні роботодавці, крупні платники податків, крім того, вони власники основних, найбільше рейтингових медіаресурсів, крім цього, вони впливають на цілі сфери, сектори економіки. В національний рейтинг влиятельності попало 8 одеситів. Среді них – местні бізнесмени і меценаты, председатель Одесського апелляційного хазівного суда і директор компанії «Монополиста», которая обеспечиває водоснабженням як Одесу, так і її пригород. В цілому, в національний рейтинг влиятельності вошли около 700 человек. Його создав Международний експертний клуб і рейтингове агентство «Эліт-эксперт». Украинці пытались ввезти в Молдову банки с ікрой, примотав їх к себе полиэтиленовой пленкой. Пограничники в пункте пропуска «Паланка Маяк и Удобная» задержали двух мужчин, которые перевозили красную ікру, примотав к телам 154 консервные банки полиэтиленовой пленкой. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы України. В Молдову двоих граждан України поехали на рейсовом автобусе «Одесса-Кишинев». Деликатес мужчины несли прямо на себе под одеждой, примотав банки к туловищу пищевой пленкой. По словам украинцев, ікра предназначалась дедушке в Республике Молдова. Морепродукты изъяли представители таможенной службы с соседней страны. Поскольку гениальный план не удался, мужчины отказались продолжать свое путешествие и вернулись на территорию Украины. Юные одесситы с особенностями развития приняли участие в эстафете, приуроченной к Международному дню инвалидности. Центр реабилитации лиц с нарушениями психофизического развития организовал для своих подопечных тематическое мероприятие. Воспитанники реабилитационного центра разных возрастов приняли участие в эстафете «Веселые старты». Дети запускали в небо разноцветных журавликов, изготовленных собственноручно при поддержке педагогов центра. Журавлики на воздушных шариках стали символом здоровья, надежды и воплощения общей мечты – мира без болезней. А вблизи центра дети и взрослые высадили розы в рамках акции «Мы творцы красоты вокруг». Одесские спортсмены завоевали четыре медали на чемпионате Украины по плаванию, который прошел в Днепре. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Национального олимпийского комитета Украины в Одесской области. Так, в активе 16-летнего воспитанника СДЮ Шор Динамо Алексея Грабарова две серебряные и одна бронзовая медаль. На дистанции 200 метров на спине Одессит, помимо завоевавшего серебра, установил еще и личный рекорд. 15-летняя Екатерина Коронеколова попала в финалы на всех дистанциях своим профильным стилем на спине. Серебряную награду она завоевала на дистанции 100 метров. Наш вопрос новостей подошел к концу. Далее информация о синоптиках о погоде. Я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Хороших вам новостей, отличного настроения. Берегите себя и своих близких. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова